Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что после вступления Финляндии в НАТО у этой страны будут проблемы с Российской Федерацией. Путин рассказал, что Россия уже собирается восстанавливать Ленинградский военный округ, увеличивать присутствие войск на границах России и Финляндии и приступить к милитаризации непосредственно граничащих с этой страной районов Российской Федерации. Ну и кому это было нужно? Риторически спросил Владимир Путин, подчеркнувший, что это Запад втянул Финляндию в НАТО. Хотя на самом деле решение присоединиться к Североатлантическому Союзу было естественной реакцией Финляндии на агрессию России против Украины. Собственно, можно сказать, что российский президент создает проблемы Финляндии уже сегодня. Ведь очевидно, что без его ведома не может происходить миграционная война, организованная российскими пограничниками на границах с Финляндией и уже приведшая к закрытию пограничных пунктов на границах России и Финляндии. Именно такие действия, которые можно сравнить с гибридной войной, ранее применялись Лукашенковской Белоруссией на границах с Польшей и Балтийскими странами. И изучив этот опыт соседнего диктаторского режима, кстати, против стран-членов НАТО, Путин решил, что и Финляндия может подвергнуться такой гибридной атаке. И я совершенно не сомневаюсь, что это отнюдь не последнее решение российского президента, связанное с попытками дестабилизировать ситуацию в соседней стране. Путин будет мстить финнам за то, что они окончательно отказались от самой теоретической идеи вмешательства России в их мирную жизнь, в их внутренние дела. Что десятилетия зависимости Финляндии от взаимоотношений с Москвой завершились после вступления этой страны в начале в Европейский Союз, а затем и в НАТО. И хотя Россия может сделать не так много, чтобы ухудшить жизнь в Финляндии и дестабилизировать ситуацию в этой стране, я не сомневаюсь в том, что российские чекисты будут стараться. На этом фоне, конечно, выглядит вполне странно заявление Владимира Путина о том, что это президент Соединенных Штатов Джозеф Байден придумал идею о том, что в случае поражения Украины, Российская Федерация будет готова воевать со странами-членами НАТО. Путин, можно сказать, уже пытается. Понятно, что открытый конфликт России с государствами НАТО практически невозможен по той причине, что в Кремле, ну, по крайней мере, на сегодняшний день не готовы к полноценной ядерной войне, которая сотрет с лица земли многие города не только в странах-членах НАТО, но и в самой Российской Федерации. И в российском руководстве прекрасно понимают, что реальных победителей в такой страшной войне не будет. Но и без ядерной войны у России есть немало рычагов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах, которые российское руководство считает враждебными. Когда мы говорим о попытках дестабилизировать ситуацию на финской границе с помощью мигрантов, мы не должны забывать о том, что Путин во время войны в Сирии действительно развязал самую настоящую гибридную войну против стран Европейского Союза. Что он воспользовался борьбой диктатуры Башара Асада с сирийским народом для того, чтобы создать беспрецедентный миграционный кризис в странах Европейского Союза. Кризис от политических результатов которого Европа все еще не может оправиться. И я напомню, что именно благодаря этому кризису значительно усилилось влияние ультраправых партий в существовании, и я бы сказал даже в финансировании которых, Кремль внес свою достаточно большую лепту. Россия заинтересована в крахе Европейского проекта, в крахе НАТО, в том, чтобы к власти в западных странах приходили силы, готовые не только сотрудничать с российским политическим руководством, но и уничтожать интеграционные структуры, которые обеспечили успех цивилизованного мира в холодной войне и окончательное, и я очень надеюсь, бесповоротное поражение Советского Союза. Поэтому, если не удается воевать напрямую с помощью танков и самолетов, тем более, что военный потенциал России в ее реальном боестолкновении со странами-членами НАТО оставляет, мягко говоря, желать лучшего, то можно воевать с помощью спецопераций, с помощью тех же самых миграционных кризисов. И очевидно, что когда Владимир Путин нападал на Украину, он рассчитывал, что и украинские беженцы смогут создать такую же миграционную волну, которую создавали беженцы из стран Ближнего Востока. И что это, в свою очередь, приведет к успеху тех политических сил, в деятельность которых были инвестированы российские усилия. Этого не произошло, потому что украинцам удалось интегрироваться в жизнь европейских стран успешнее, чем беженцам из Сирии и из Ливии. Но Владимир Путин не теряет надежд. Мы прекрасно видим, как меняется политическая ситуация в Европе после того, как террористическая организация Хамас напала на Израиль. Как меняется само взаимоотношение между политическими силами на европейском континенте, да и в Соединенных Штатах Америки. Как меняются электоральные шансы и возможности. И не нужно сомневаться в том, что когда планировалось нападение Хамас на Израиль, и в Москве, и в Тегеране могли раздумывать о том, как результаты этого нападения и результаты ответной специальной операции Израиля против террористов скажутся на будущем европейского континента и на политической ситуации в Соединенных Штатах Америки. Так что пусть Путин не рассказывает никому сказки. Он готов к нападению и к дестабилизации любыми возможными и невозможными способами. Угроза Финляндии и дестабилизирующая работа российских силовиков на ее границах это лишь часть большого плана, который предусматривает дестабилизацию всего Запада и разжигание конфликтов, которые помогут чехистам в осуществлении их плана. Жителям стран цивилизованного мира нужно не просто наблюдать за тем, что происходит в Украине или в Израиле. Им, если уж быть до конца откровенным, необходимо готовиться к худшим. Последующие десятилетия, возможно, станут самыми трудными и противоречивыми в истории стран цивилизованного мира и приведут к многочисленным проблемам, политическим кризисам и трагедиям. Спасибо, друзья! Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне Баймея Кофе, который помогает развивать все ресурсы, пользуйтесь функцией спонсорства в самом Ютьюбе. Мира вам! Мира. Мира.